Я и сама хотела. А ты куда, Шалейся? Пойду, провожу немножко. Пойдешь таки? Да, и пойду. Уж давно об этом говорено и переговорено. Мое дело, мой ответ. Эх ты! История, рассказанная Александром Куприным на рубеже 19-20 столетия, с легкой руки талантливого режиссера Тимофея Ильевского, перенеслась в эпоху наших дней. Большой объем проделанной предварительной работы, благодаря исключительному взаимодействию всего коллектива, сегодня воспринимается на одном дыхании. Спектакль в двух действиях рассказывает всю драматичность истории людей, не принятых обществом, их философию жизни, их традиции и понимание действительности. Мало того, что мы полгода вообще из-за коронавируса, из-за всяких там переносов, отпусков неожиданных и прочих-прочих, таких-то мешающих обстоятельств, мы полгода вообще работали. А получается, что фактически после премьеры облома моего предыдущего спектакля больше года прошло. Мы не знали, как это называется. А когда собрали, мы поняли, что это полезное наваждение. Иногда так бывает. Постановка Олете – одна из самых масштабных. В ней задействован практически весь актерский состав театра. При этом работа над спектаклем шла практически полгода, с начала первой волны пандемии. Было непросто, однако это нисколько не сказалось на конечном результате. Одно из лучших произведений Куприна бесспорно пополнит копилку самых ярких спектаклей Брестского академического театра драмы. Его сюжет многим из нас знаком со школьной скамьи. Спектакль же острее поднял философские вопросы и застрил внимание на деталях, чья актуальность, к сожалению, остается на том же уровне и в наши дни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Следующий показ Олеси состоится 25 ноября. Для этого будет предусмотрена соответствующая рассадка, а гостей обязательно попросят надеть маски. Что же касается дальнейшей работы театра, то в планах еще достаточно много интересных проектов, которые, если не ужесточатся ограничительные коронавирусные меры, публика увидит ближе к Новому году. Помимо того, что мы будем стараться радовать наших детей новогодней сказкой, мы в этом году подготовили еще такой сюрприз для наших взрослых зрителей. Это будет такое совместное творчество, называется это «С первым снегом». Это такой легкий мюзикл в преддверии рождественских праздников, в преддверии Рождества. Поэтому всех зрителей приглашаем следить за рекламой, за нашей афишей и будем всех ждать в нашем театре. Конечно же, ситуация санитарно-эпидемиологическая наложила соответствующий отпечаток на нашу работу. Мы практикуем сейчас шахматную рассадку для того, чтобы можно было безопасно посетить театры, чтобы зрители чувствовали себя в безопасности, чтобы актеры чувствовали себя в безопасности. Плюс у нас в театре установлены санитайзеры, мы используем масочный режим. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.